Что-то мы решили сделать что-то, сделать какой-то проект, который бы нашу виртуальную группу перевел вещественное поле. Мы решили, что, наверное, моногорода – это наименее такой изученный пласт российской действительности, но если он изучен, то он изучен, ну скажем, он осмыслен репортерскими какими-то журналистскими вещами, а документаристика он не осмыслен. Мы организовали выставку по географическому принципу, и включили туда только города, и презентую все-таки коллективную проект. И есть города, где фотографии разных авторов. Есть города, где видео одного автора, фотографии другого, монтируем видео третье. Наш проект «Невидимые города» – это документальный проект о повседневной жизни людей в российских моногородах. Мы рассматриваем моногорода как такую модель нашей страны, с ее индустриальным прошлым, очень разнообразным, настоящим и туманным будущим. При каких-то переменами, которые пока еще не очень понятны, какие будут, но с очевидной их необходимостью. Это пока что ощущение от человека из такого крупного города, хотя зебрами одного человека родились не в Санкт-Петербурге, но все равно все так или иначе давно живут в Москве или Питере. И это ощущение от человека, который приехал в новое для себя пространство, иногда это удивление, иногда это может быть какие-то... Ну, в общем, это достаточно такие все-таки ощущения жителей мегаполиса того, когда они приехали и провели там, в общем, долгое время. Ну, я не скажу, что прям кто-то откуда от Тодор Родов, ну, то есть я от Тодор Родов, например, но это неопределяюще. Потому что нам показалось, что... Нам хотелось снять проект провинции, а не столичной России. Нам показалось, что... И чем больше мы ездим в Моноград, тем все более и более в этой мысли убеждаемся, что Моногород – это такая... Можно представить, какую-нибудь модель России там. Если мы хотим узнать страну, мы можем приехать в какой-то любой Моноград, потому что там все гораздо более острее, гораздо более напряжено и гораздо более доступно для исследователей, чем все те же самые проблемы в Мегаполисах. Поэтому Моноград. Ну, на самом деле, чтобы изучать что-то, нужно быть вне этого. То есть, если быть внутри, то, ну, там, это место будет оказано для влияния. Поэтому даже... Даже вот в городах, где проводишь много времени, как Северодвинск или Североморск, там, или там, Лазовск, по которым, я не знаю, не помню, представлен здесь или нет, проводишь много времени, он начинает у тебя влиять, и у тебя взгляд как-то меняется, замыливается, может быть. А если быстро по этим городам перемещаешься, то, как правило, первое впечатление, которое есть, у нас самое главное и, может быть, даже правильное. Я сама жила на Урале долгое время. И там история с моногородами, она не такая далекая, как из Санкт-Петербурга, например. Потому что практически весь Урал — это сплошные маленькие города, которые построены вокруг заводов, в счету Петровска и Мучерцарск. И, соответственно, для меня эта культура, она всегда была чем-то близка, но все равно немножко непонятно, потому что я сама свой мегаполис. И я видела вот эту разницу, что индустриальная провинция и весь мир мегаполиса, и что живем немножко по-разному. Мне было интересно понять, в чем эта разность. Еще была такая иллюзия, что приезжая в маленький город, ты можешь за достаточно долгое время его хорошо понять и составить себе какую-то модель мира в этом городе. Это такой, так сказать, рубеж, что ли, с которого обычно двигаются из России, либо остаются в Москве. Поэтому как бы двигаться внутрь России, то есть это меняет вот такой свой интерес и авторский, и фотографический. Поскольку мы живем в стране, у нас с нашей стороной у всех разные взаимоотношения, и чаще всего они украшены в какой-то такой, ну, эмоционально-негативный фон. Поэтому мы хотим все-таки узнать, что за страна. Мы хотим разрушить те негативные стереотипы, которые у нас самих, прежде всего, есть. У меня друзья тоже, в частности, в разных городах и вообще в районе. Шансы слободать всегда присутствуют, так открыто говорю, но ни разу никаких процессов не произошло. То есть это, тем более, получалось как-то, на мой взгляд, допустим, удивительно. То есть те люди, вот ночью даже выбившие хорошо, подходили, и завязывался разговор, какой-то диалог. Всем было интересно, все спрашивали, никто не боковал, что называется. Разрушить какие-то стереотипы по поводу жизни. Стереотипы, что из города все уехали, что вот те, кто там остались, это неудачники и алкоголики, что там все плохо, и там живут совершенно страшные и не очень приятные люди. Все хотят уехать. Многие. Основная часть. В Питер. Главный вопрос в моем городе либо, особенно в период кризиса, либо оставаться здесь и надеяться, что здесь станет лучше куда-то уезжать. И вот эта привязанность к месту, она меня тоже интересовала, потому что, действительно, зачастую не самые благоприятные условия все-таки не заставляли людей уезжать. И мне было интересно, что же их держит. То есть, иногда это осознанный выбор, иногда это нежелание что-то менять, но в целом, ну, есть такое все-таки понятие, как «малая Родина», и очень многих их держит. Ну, на город это, то есть, ну, это такое небольшое, получается, количество жителей, да, которые, ну, как-то там связаны и взаимодействуют. И это, как правило, люди, которые в этом городе либо родились, ну, либо находятся там под долгое время, да, и у них в ненарушенном, как в Москве или в Петербурге, вот эта связь там с Родиной, да. Так как, собственно, вся наша страна сильно зависит от ресурсов сейчас. Нет ресурсов и нет… и моногорода находятся в той стадии развития, что и вся остальная страна, только гораздо более нагляднее это видно. То есть, у нас, в общем-то, закончилось индустриальное общество и начинается какое-то другое. А в моногородах примерно то же самое. Это связано даже не с экономикой, а скорее с ментальностью. И вот такой понятие, кто такие русские, там, советские, постсоветские люди сейчас, гораздо проще, приехав в какой-нибудь малоизвестный, совсем неизвестный городок, и пообщаться там. Россию так вот в рамки моногорода нельзя уложить. То есть, это один из кирпичиков каких-то, одна из деталек. Вот, но это не вся Россия. Такий город, он сохраняет такой плак, ну, индустриальный, патриархальный, который свойственен России в целом, ну, на мой взгляд. В этом нет ничего ни хорошего, ни плохого, это просто, ну, факт такой реальности, и… Поэтому, собственно, эти города интересны изучать, потому что это возвращение каким-то, там, не знаю, своим, там, каким-то детским, каким-то, может быть, там, переживанием, еще чего-то, истории своей семьи и так далее. В горизонтальной связи в таких городах гораздо сильнее, то есть, люди гораздо ближе друг к другу, чем в столицах, ну, это, в общем-то, очевидно. Вместе с тем, есть ощущение, ну, какой-то такой всеобщей бездомности, потерянности. То есть, почему люди живут в городах, но не чувствуют это место свое. Но это, опять-таки, мои эмоции. В моногородах, в маленьких городах, в такой нестоличной России живет, ну, там, две трети населения. Ну, это и есть Родина. То есть, Родина – это не Петербург, это не Москва. Родина – это, ну, это вот, как раз-таки, маленькие города. Потому что, если там живет большая часть населения, если они составляют, ну, большую часть они занимают территорию России, значит, это и есть Родина. В каждом городе можно найти что-то свое. Ну, то есть, допустим, Пехталёво, там, пока, ну, лично для меня показался таким, ну, город русский Твин Пикс. Да. Ну, по крайней мере, тот приезд, когда я там был, ну, как-то там все так сложилось, что город произвел такое впечатление. То есть, допустим, там Сокол, такой, ну, вот, или, там, по мнению Ильи, это такой город, так текстно называется, город застывшего энтузиазма, то есть город, который остался в 30-е годы. То есть, каждый город, ну, он, на самом деле, свой. То есть, у них есть что-то общее? Мы ищем, скорее, не общее между городами, мы ищем... Мы ищем какие-то, что-то, что ли, ниточки, которые нас в одну страну связаны. Потому что это очень большой вопрос, то есть, существуем ли мы как страна? Есть ли мы как, не знаю, как народ? Это вопрос. Мне кажется, что это цель, это желание узнать Россию, Родину, какая-то, ну, это очень высокопарно смещает, но русскую идентичность. Мне кажется, что то, что, так или иначе, сейчас делают все очень по-разному. Кто-то читает философские книжки, кто-то там снимает бомжей, кто-то едет в глубины. У поколения людей, которые уже нет такой советской идентичности, оно бы еще не построено. И у интеллектуальной такого вот среза, да, там, поколения этого, эта потребность есть куда-то себя приписать. Наверное, это какая-то часть, в принципе, нашей психологии, желание себя как-то диспенсировать.